Возможно, в Европе дела обстоят иначе, но в России перед последними матчами сезона всегда существует опасность некоторого недонастроя. Не опасаетесь ли вы так называемых чемоданных настроений футболистов, и что тренер может сделать в этой ситуации, чтобы должным образом настроить команду? На самом деле в Европе все то же самое, уверяю вас. Так дела обстоят в любой точке мира, когда близок отдых, головы у футболистов заняты большим количеством самых разных вещей. В нашем случае это еще и трудности подготовки, когда погода не позволяет полноценно готовиться к матчу, и нам приходится приспосабливаться к ряду вещей, таких как снег и отсутствие натурального поля. Но мы стараемся, конечно же, донести до футболистов, что на футбольном поле они, тем не менее, должны продолжать в полном объеме выполнять свои обязанности. Об этом мы говорили и на тактическом занятии, когда детально разбирали предстоящий матч со «Спартаком». Вся отпуска, билеты и путевки уже куплены и запланированы, и сейчас это нужно на 48, может быть, чуть больше часов просто отложить в сторону. Фокусы и концентрации должны оставаться исключительно на предстоящем матче. Мы не можем позволить себе не сделать максимум, и в этом матче тоже. Мы не можем позволить себе готовиться как-то иначе, быть менее требовательными к собственной работе на этой неделе. Так что мы со стопроцентной концентрацией продолжаем готовиться в «Спартаку». Это очень хорошая команда, но мы уже показывали, что мы можем играть против очень хороших команд. К тому же «Спартак» при всех их сильных качествах тоже потерял очень много очков дома. Так что у нас, конечно же, будет возможность набрать еще очков до перерыва, и мы постараемся ей воспользоваться. Безусловно, после этого игроки заслужили хороший отдых, но это только после. Наш последний домашний матч против «Амкара» получился сложным во всех отношениях, в том числе он был сложным с точки зрения затрат физических сил на непростом вязком поле. Как проходит восстановление команды, и чувствуете ли вы, что удается полноценно коллектив восстановить, реабилитировать матч со «Спартаком»? Безусловно, это очень важный вопрос. Действительно, игра с «Амкаром» потребовала от всей команды достаточно интенсивной работы, и было потрачено много сил, и над восстановлением мы работали до этой недели более плотно, нежели обычно. Некоторые игроки получили чуть больше отдыха, чем обычно, но это ни в коем случае не может служить каким-то оправданием или поводом, чтобы снизить планку. К тому же «Спартак» играл в понедельник, и у них было еще меньше времени для того, чтобы восстановиться перед нашей игрой, поэтому с этой точки зрения у нас, возможно, будет даже некоторое преимущество. Иван Таранов не примет участие в матче из-за перебора желтых карточек, Павел Яковлев не может сыграть по условиям арендного соглашения. Есть ли у вас уже понимание, какой стартовый состав вы выберете, какие футболисты их заменят, кто войдет в игру уже по ходу матча, и какой будет выбран план на эту встречу? Конечно, мы уже много об этом думали. План на матч готов, но до конца, кто именно заменит Ивана, мы пока сказать не можем. У нас есть один-два варианта. Бато еще не в полной мере готов играть. Он пока работает по ограниченной программе, и выбор у нас не столь велик. Мы можем поставить Концедалова или Семайса, если поменять его позицию на поле. Что касается Яковлева, очень жаль, что он не сможет сыграть. Он был очень близок к стартовому составу на этот матч. Но, конечно, рассчитывать на него в этой встрече мы не можем. И хотя у нас пока не так много травмированных, но, возможно, не будет полностью готов еще и Горботенко, у него также было небольшое повреждение. И в отсутствие Яковлева, в отсутствие Горботенко у нас, конечно, будет несколько ограничен выбор атакующих игроков. Но, с другой стороны, может быть, у кого-то еще будет возможность попасть в селекцию и шанс показать собственные возможности. Спартак играет очень неровно. Команда чередует яркие матчи с играми, которые проводят не на столь высоком уровне. Что можно сказать о сопернике? Какие у них сильные, какие слабые стороны, какие возможности будут у нашей команды? И может ли Крылья чему-то научить первый матч в Самаре, который наша команда проиграла? Матч первого круга, это, безусловно, уже прошлое. Наша команда поменялась, у нас появились несколько новых игроков в составе. Были изменения в Спартаке. Спартак показывает большое количество достаточно хороших качеств, но в то же время у них действительно есть и определенные проблемы. И это, безусловно, наша задача, постараться их использовать и создать сопернику как можно больше проблем. Нас ждет сильный соперник, очень интересный матч с той точки зрения, что против сильной команды всегда очень интересно действовать, очень интересно играть. И можно по-настоящему проверить, чего же ты сам стоишь. И это получается на top of Russian football. Русские футболы Продолжение следует...